что поделать платеж выполнен все, поздно что-либо менять итак, пока скачивается FL Studio Mobile скажу вам, что это не полноценный обзор это именно реакция то есть я никогда не видел как выглядит FL Studio Mobile 3 я даже скрины особо не разглядывал единственное, что я не знаю, что вышло 3.2, мне об этом сказала десктопная FL и вместе с вами я хочу ее открыть и посмотреть, что где там расположено из чего там все состоит и как это все выглядит, полноценный обзор и битмейкинг в FL Studio Mobile 3 будет тоже, но это будет не сегодня это будет не в сегодняшнем видео, сегодня просто первое впечатление не более того, надеюсь вам будет интересно на это посмотреть, сейчас она скоро скачается и установится, и мы ее поковыряем, это будет интересно прошло несколько минут и приложение скачалось время его открыть давайте это сделаем, это первый запуск как быстро оно запустится ага, разрешить, предположим разрешить хорошо, ладно андевант watch, понятно, хочу ли я посмотреть вступительное видео не сейчас так пока ничего не понятно вот, все, прекрасно, ладно давайте посмотрим, добавим дорожку, супер соу, директ вейв, джи эмэс интересненько ага хорошо, ладно, то есть типа ты купил FL, но не купил ничего к ней так, хорошо, тут есть клавиатура есть какой-то пиано ролл ну, предположим отлично, как тут задать темп, как сложно так, может здесь нет это, это микшер как же это сделать, может сверху нет сверху ничего нет магнитик, нет, не магнитик FL это проекты о, сеттингс, блин, не то мастер, что это эффекты, хорошо теперь мы знаем, что тут есть микшер я могу взять наложить сюда а, вот, настройка это, конечно, такой себе GMS неполноценный, но чего я ждал от мобильной версии так, я хочу сюда накинуть эффектов как мне это сделать то есть я могу сюда жмакнуть компрессор на мастер, но как мне это сделать на GMS ух, как непросто такая себе, конечно, реакция пока получается тут можно что-то наиграть ну, предположим, переходим GMS ну, к сожалению, я ничего тут даже пальцем не смогу наиграть потому что я все слышу с задержкой потому что трансляция идет на экран ну, и еще я не смогу наиграть потому что, во-первых, это палец во-вторых, я не умею играть на фортепиано а в-третьих, ну, вот вы посмотрите на эту клавиатуру она размером, ну, тут палец, наверное мой мизинец, как две клавиши на телефоне что-то наигрывать мне кажется, это, это бесполезно может быть, мы сможем построить интересную аранжировку давайте возьмем Direct Wave и здесь у нас есть хочу гитару о, гитару, клавиатуру Grand Piano, Grand Piano это тема о, беру как тут играть? отлично как громко, будем строить аккорды так так, это великолепие, я хочу убрать remove delete я нажал delete а он ничего не сделал ладно мы ничего не замечаем все в порядке, просто я это уберу как темп убавить двумя пальцами вот вот удалить это правой кнопкой мышки для меня как для пользователей ноутбука правая кнопка мышки это двухпальцевое нажатие здесь я не могу двумя пальцами попасть в это потому что она маленькая тут все все микроскопическое забавно, ладно уменьшим темп в два раза как я вот 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 наконец-то качает предположим нам нужно еще direct wave tune the date bass ага прекрасно типа ты даже демку не можешь использовать заплати и тогда может быть мы тебе что-то разрешим как это удалить delete channel о е-бой я научился отлично все о нет я не это удаляю я хочу удалить вот это стоп нет вот так вот так что серьезно тут что можно удалить только нижний трек ну предположим ладно добавим direct wave и добавим slice of drums отлично ух у меня прям температура поднимается от таких сложностей ну давайте house loop они же были slice почему там же было написано что они нарезаны я не хочу использовать drum loop я хочу как нормальный пацан все писать самостоятельно мы его удаляем добавляем direct wave drum kits боже мой я не туда тыкаю давайте hip-hop kit мы же любим хип-хоп а боже мой что со мной не так у меня привычка что нижний вот этот нижний piano roll нижняя ну фортепиано это то же самое что и вот вертикальные но здесь это не так то есть мы здесь тыкаем и слышим разную высоту тона звуков которых который черт знает как переключать здесь ладно хорошо предположим нам нужен кик наконец-то я нашел кик так мне срочно нужен микшер это очень громко ох какой громкий ударный так снова нам нужно убрать это вернуть вот это и перейти сюда нажать сюда ой как сложно да отлично так и вот так о а еще мы можем настраивать велосипед вот так вот выделим так я случайно выделил кик вот так о тема предположим что тут еще как-то можно квантовать но это вообще это мне кажется что мне плохо станет от этого давайте добавим басец вот этот бас пусть будет так ставим на паузу у нас там аккорд ре минор и ля минор пониже нет ниже нельзя как нам его ага вот так вот то есть попробую то есть попробую по какая боль так изображение еще добавок лагает хорошо ох это какое-то безумие ладно это может продолжаться очень долго короче полноценный обзор на FL Studio Mobile будет вот она у меня я ее купил она стоила мне 500 рублей пока что я не жалею это очень забавное приобретение то есть опять же я я искренне считаю что полноценный битмейкинг на FL Studio Mobile это что-то из разряда мифов потому что ну тут нету полноценных вести начнем с этого а во-вторых для меня важен именно сам размер экрана то есть я работаю за монитором диагональю 24 дюйма и не то что экран телефонов 6 дюймов мне кажется маленьким мне кажется маленьким даже монитор ноутбука диагональю 15 дюймов но при этом я отдаю себе отчет что это в основном мое личное предпочтение и очень много крутых треков которые известны по всему миру написано на 13 и 15 дюймовых ноутбуках короче вот напишите в комментариях мне реально интересно на чем вы пишете биты на ноутбуке, на компьютере, на каком мониторе или может на телефоне или на планшете например на планшетах и телефонах от Apple есть прекрасный GarageBand это действительно очень интересный софт если вы смотрели интервью Дудя с пошлой Молли то он там сказал что идеи для треков музыку именно он накидывает как раз GarageBand так вот на чем именно вы пишете музыку мне действительно интересно потому что как я уже сказал я пишу на компьютере с 24 дюймовым монитором иногда мне кажется что даже на ноутбуке сложно писать биты не то что на экране телефоны тут вот экран почти 6 дюймов блин и все равно пальцем своим вот так тыкать туда ну это невозможно это очень тяжело может если привыкнуть то получится но опять же я попривыкаю и сниму для вас полноценный обзор на FL Studio Mobile если вы его ждете тоже магните лайк и опять же напишите в комментариях на чем вы пишете биты реально это интересно потому что я не понимаю как можно писать на маленьких экранах ладно это такой сумбурный ролик с вами был Стас подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали нажимайте лайк колокольчик будем разбираться в новом софте вместе увидимся в следующем видео в следующем видео